Итак, мы с вами опять находимся в месте строительства нового моста на 10-й фонтана. Сегодня все-таки должен появиться сюда мэр. Собрали людей, собрали журналистов. Вот идет подготовка. С утра залили часть сваи, все подметают, все убирают. В колонке люди охрана и наводят чистоту и красоту. Как будто на строительстве так и должно быть. Доброе утро, дорогие друзья! В нашем городе страста здоровья существует приблизительно с 1960 года. После того, как городскими властями были проведены масштабные берегоукрепительные работы и высадка деревьев на склонах. В результате такой деятельности появилась трасса протяженностью порядка 6 километров, которая связывает Лонжерон и Аркадию. Это место многие люди многие года пользуются популярностью у любителей прокатиться на роликах и велосипедах. Любители бега и любители просто погулять вдоль морского берега. Трасса здоровья – это неотъемлемая часть каждого жителя города. Она является одной из допримечательностей Одессы, основной спортивной улицей, куда может прийти любой желающий. Сегодня мы собрались для закладки капсулы в основании велопешеходной эстакады на трассе здоровья, которая соединит части трассы от 7-й станции до 10-й станции Большого фонтана, тем самым связав все участки Одесского побережья от мыса Лонжерон до мыса Большой фонтан в единый велопешеходный маршрут протяжностью более 15 километров. Слово предоставляется заслуженному работнику физической культуры и спорта Украины Одесскому городскому голове Труханову Геннадию Леонидовичу. Добрый день. Добрый день, уважаемые друзья. Я искренне хочу поблагодарить всех, кто нашел время, пришли посмотреть на это поистине историческое событие. Мы все здесь, все, кто пришел сегодня, посмотреть на это историческое событие, поучаствовать в нем, являемся активными пользователями, если так можно сказать, нашей трассы здоровья. Конечно, это далеко не все пришли, кто хотел бы, кто мог, и те, кто будет пользоваться нашей трассой здоровью. Но это те, кто сегодня, те, на кого я, например, возлагаю большие надежды. Надежда на то, что мы с вами будем основными агитаторами за здоровый образ жизни. Сегодня крайне важно для нас создавать условия для того, чтобы одесситы, гости нашего города, занимали спортом, делали активный образ жизни, приезжали в Одессу. Для этого нужно создавать условия. И мы это делаем вместе с вами. Я хотел, мы приглашали вас сюда, чтобы мы все вместе с вами порадовались за то хорошее, что происходит. Что происходит в нашем городе. Как совершенствуется наша спортивная инфраструктура на трассе здоровья. Может быть, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы нам всем, но каждый год мы что-то добавляем на трассе здоровья. Пешеходную дорожку, освещение, извините, там за такие подробности, туалеты, которых не было десятилетиями. Спортивные станции, как мы их называем, совершенно нового содержания, нового вида. Сегодня, почему я считаю это историческое событие, как человек, который родился в Одессе, активно пользовался трассой здоровья и продолжает пользоваться, если так можно сказать, всегда у нас были, насколько я помню, 10-я фонтана. Здесь трасса здоровья всегда прерывалась. Необходимо было брать велосипед, переходить по узкой лестнице, которая была где-то, примерно, за вами. И дальше уже можно было дальше следовать по трассе. Сегодня вот эта историческая несправедливость, я считаю, мы даем старт для того, чтобы ее не было больше. Строительство Местаката. Нам предстоит задача еще построить верхнюю террасу, на средней террасе, продлить, подойти к дому, который называется «Жилому дому морская симфония». Там также мы ведем переговоры для того, чтобы сделать более удобный проезд, проход для пользователей, кто будет пользоваться. и дальше все это и пройти через Аркадию. Путем выделения велосипедных дорожек, есть там также узкие места, но и у нас есть предложения по решению данного вопроса. В этом направлении будем работать. Еще что бы хотел сказать нам всем с вами. Вот здесь очень много молодежи стоит. Задача у нас не только создать инфраструктуру и условия для занятия спортом. Сегодня мы решаем очень большую проблему и задачу по борьбе с такими пороками, как наркомания, алкоголизм, в том числе и подростковый. Когда нет условий, когда нет чем заняться, энергия через край. И, к сожалению, видя статистику в этих вопросах, никакими запретами, вернее, не только запретами и правоохранительными органами нужно бороться с этой бедой. Нужна пропаганда. Пропаганда здорового образа жизни. В Одессе заниматься спортом, как я думаю во всем мире, должно быть модным. И вы самые прекрасные люди, которые это должны демонстрировать, агитировать. Ну и, конечно, на вашем примере все должны следовать вашему приему. Наша задача создавать условия. Я поздравляю нас всех с вами сегодня с истерическим событием. Мы постараемся аккуратно, в кратчайшие сроки, выполнить качественно все работы, по крайней мере, меня так заверили. Нам предстоит также до 16 станций Большого фонтана, потому что построены там, мы видели, дома, которые открыли проезд машинам к этим домам. Но наше подразделение, наша служба ведут сейчас переговоры о том, чтобы там была выделенная полоса для тех, кто активно пользуется велосипедистов, для велоспорта занимается, для тех, кто катается на роликах. Нижняя Божья набережная будет, такой променадной зоной, если так можно сказать, променадной аллеей, для тех, кто будет прогуливаться вдоль моря, наслаждаясь видами нашего залива. Спасибо большое, с праздником всем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так состоялась торжественная закладка капсулы городским головой Вы видите, вынимается обсадная труба и будет окончание заливки сваи. Продолжение следует...